Всем привет, с вами Сергей, и сегодня я познакомлю вас с вот такими интересными выражениями. На самом деле не только с ними. Мы сделаем так, возьмем одно заковыристое предложение, в котором есть все эти фразочки и еще кое-какие, затем мы вместе его прочитаем, и я подробно для вас это предложение разберу. Готовы? Поехали! И первая часть у нас такая. Но я думаю, кто такие children объяснять не надо. To be excited – это очень употребительное выражение. Be excited – это значит, ну, можно перевести как быть взволнованным или быть в восторге, но по сути обычно это выражение используют так же, как и be happy. То есть быть радостным, радоваться чему-то, быть счастливым, быть в восторге, то есть в таком вот очень приподнятом настроении. Это очень употребительное выражение. Вы часто можете услышать, как кто-то, выражая свою радость, говорит I'm excited или I'm so excited. Однако в этом предложении говорится, что дети не просто excited, не просто в восторге, не просто рады, они excited to dress up. Что значит вот это действие dress up? Мы поговорим об этом чуть попозже. Давайте сначала разберем вот эту вот схему. To be excited – to do something. То есть быть в восторге от того, что что-то сделаешь, быть счастливым, так сказать, что-то делать. Разумеется, вместо вот этого вот условного to do something нужно какое-то другое, какое-то другое действие подставить. Можно взять такой пример. Вы можете часто услышать фразу I'm excited to be here. Я рад быть здесь. Ну, то есть я рад тому, что я здесь нахожусь. Я рад здесь присутствовать. I'm so excited to be here. Ну или I'm excited to see you. Я рад вас видеть. Of course I'm excited to see you. Yeah. Но вернемся к тому, чему радуются эти дети. Они excited to dress up. Что значит dress up? Ну, глагол dress значит одеваться, либо одевать кого-то, а dress up – это немножечко другое, более конкретное значение. Это значит наряжаться. Это может, значит, одеться как-то официально для какого-то мероприятия важного, или надеть какой-то костюм, переодеться там в клоуна, ведьму и так далее. Здесь, я думаю, второй случай, потому что дети наряжаются фото-парти на вечеринку. Скорее всего, это что-то такое костюмированное мероприятие. Итак, у нас получается, что здесь речь идет вот о чем. Дети были рады нарядиться на вечеринку. А в следующей части предложения продолжается эта мысль. Они были рады нарядиться and show off their costumes. Давайте начнем со слова «costumes». Ну, я понимаю, немножечко не по порядку, но будет, наверное, удобнее, если я его сначала объясню. «Costumes» – это, я думаю, легко догадаться, костюмы. Но здесь есть один небольшой нюансик, которым иногда путаются. «Costumes» – это костюмы динозавра, Дарта Вейдера, феи, ведьмы и тому подобное. Если мы говорим про то, что мы называем «деловой костюм», это не костюм, это «suit». Так что это разные вещи. Теперь перейдем к глаголу «show off». Глагол «to show off» значит «выпендриваться», «выставлять что-то на показ», «хвастаться чем-то». То есть дети рады нарядиться на эту вечеринку и похвастаться своими костюмами. Приведу такой пример с глаголом «show off». «Мой друг похвастался своей новой машиной». Видите, мы говорим «show off» и дальше можем добавить «чем именно мы хвастаемся». Есть, кстати, еще такое существительное «show off». Оно пишется обычно через черточку. «Show off» – это человек, который хвастается, ну то есть выпендрежник, хвостун. Следующий небольшой кусочек, такой короткий и простой. «Understandable» – это от слова «understand» понимает, значит «понятно». То есть что-то, что мы можем понять. Это довольно употребительное и полезное слово на самом деле. Говоря о какой-то ситуации, например, сочувствуя, вы можете сказать «ммм, it's understandable». Да, это понятно, мол, я вас понимаю. И заключительная часть предложения вот такая. Мы объясняем, почему именно это понятно, их желание повыпендриваться. И здесь, скорее всего, может такой вопрос возникнуть. Почему я говорю «because you don't get to do it?» Почему нельзя сказать просто «because you don't do it every day?» Зачем вот это вот «get»? На самом деле можно и без него сказать. «You don't do it every day» значит «ты не делаешь это каждый день». «You don't get to do it every day» – у тебя нет возможности, тебе не удается, тебе не выпадает делать это каждый день. Вот и вся разница. Вот эта вот конструкция «to get to do something» – это не просто что-то делать, а иметь, получать возможность что-то делать. Приведу такой пример. У нее есть возможность, ей удается, ей доводится, ей выпадает возможность, у нее получается много путешествовать, потому что она стюардесса. Ну или давайте возьмем вот такой пример из фильма. Здесь персонаж говорит «it's Friday» – сегодня пятница. «I only get to see my family on the weekends» – у меня есть возможность видеть мою семью только на выходных. «I only get to see my family» – не то что «I see my family» – я вижу мою семью, а именно «I get to see my family» – у меня получается, у меня получается, у меня есть возможность видеть свою семью. Вот такая вот довольно существенная разница. Ну а теперь давайте прочитаем еще раз это предложение, и в этот раз оно будет для вас намного понятнее. «The children were excited to dress up for the party and show off their costumes, which is understandable, because you don't get to do it every day». На этом все на сегодня. Я надеюсь, что этот выпуск был для вас полезен и интересен. Если да, не забудьте поставить лайк и не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новые выпуски. И до встречи в следующий раз!